Воспитанников Топчихинского центра помощи детям били по указанию директора. Так считают краевые следователи, которые завершили расследование в отношении бывшего директора. Правоохранители установили причастность женщины к растрате денежных средств, а также особый подход руководителя к поддержанию дисциплины. В феврале прошлого года обвиняемая, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения, дала незаконное указание другим воспитанникам причинить им физическую боль. Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары. В Топчихинском центре помощи жили 70 воспитанников, большинство с психическими расстройствами. О вопиющих правилах, которые царят в учреждении образования, стало известно прошлым летом. Дети выкладывали в сеть ролики с издевательствами. Некоторые утверждали, что за неподчинение ребенка могли отправить в пси-диспансер. Тогда специальная комиссия признала жуткие кадры постановочными, но принуждение к избиению доказали следователи. Кроме того, они установили, что руководитель присваивала крупные суммы денег. Всего через подложные документы в карман женщины попало 138 тысяч рублей. Кроме того, руководитель оформила на должность медика свою знакомую, а ее зарплату получала сама. Все материалы уголовного дела переданы в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова